Приветствую. С нами сегодня Юрий Ферштинский, писатель, общественный деятель. Будем говорить о событиях, которые происходят прямо сейчас. Здравствуйте, Юрий. Добрый день, Наталья. Здравствуйте. Ну вот я начну с того, что как раз мы уже не скрываем от наших зрителей, что это запись. Как раз когда мы с вами записываем, в этот день сегодня произошла инаугурация Путина. И это пятый раз он уже избирается и говорят о том, что, ну собственно говоря, он подписал отставку правительства, говорят о том, что будет новое правительство. Будет ли она новым, мой вопрос, и будут ли перестановки с вашей точки зрения в Министерстве обороны и в, так сказать, в службах, в специальных службах, в спецслужбах? Я, конечно же, не знаю, в том смысле, что я не владею никакой дополнительной информацией по сравнению с обычными слушателями и зрителями. Нужно понимать, что кабинет министров исторически в каком-то плане играет роль чисто техническую, а не политическую. И, в общем-то, кроме каких-то основных фигур, в общем-то, мы не знаем, кто является министрами в Российской Федерации. Потому что управляет государством не кабинет министров, а аппарат президента на сегодняшний день. Ну и сходно, существенную очень роль в этом управлении играет ведомство ФСБ, ну то есть Лубянка. Но, повторяю, сейчас в каком-то смысле Лубянка и Кремль – это такая единая структура, потому что очень многие люди, которые сейчас сидят в Кремле, они на самом деле пришли туда из Лубянки. Очень рискованно всегда делать какие-то заявления по персоналу. Я бы считал, что все силовые министры останутся на своих местах. Это относится и к Шойгу, и к Бортникову. Шойгу, как мне кажется, вообще проект Путина. То есть Путину нужно было поставить на должность министра обороны человека, который на этой должности не станет самостоятельным. Вот Путин с 2000 года президент, и он в своих глазах за эти 25 лет вырос, и если он и был просто поставлен госбезопасностью, как структурой, то сейчас он, конечно же, безусловно, количество акций в его кармане, процент акций корпорации под названием «Россия» в его кармане сильно увеличен. Шойгу при этом, как мы знаем, как был нулем в политическом отношении, так и остался. Никакой самостоятельной власти у него нет за пределами чисто бюрократической должности министра обороны. В то время, как обычно, министры обороны вообще имеют такую тенденцию вырастать в своих глазах со временем. Особенно на фоне войны. Министры обороны на фоне войны обычно становятся еще и политической фигурой. Чего нельзя сказать про Шойгу. Он абсолютно беспомощен в этом плане и, безусловно, верный пес Путина. Я не думаю, что какой-либо другой человек, особенно если он будет кадром военным, обеспечит Путину такой же уровень независимости Путина, скорее всего, будет претендовать все-таки на участие в решении принципиальных вопросов, связанных с войной. Так что Шойгу, я думаю, останется. То же самое, наверное, относится и к Бортникову. Ну, остальные министры. Важен премьер-министр, чисто формально. Премьер-министр важен, поскольку в случае ухода или смерти президента премьер-министр становится исполняющим обязанности президента страны. Поэтому интересно посмотреть, кто будет назначен на должность премьер-министра и сохранит ли, собственно, старый премьер-министр эту должность. Скорее всего, да. И это будет означать, что Путин не планирует назначать преемника своего через смену премьер-министра. Ну, если вдруг на этой должности окажется, ну, я сейчас шучу, конечно, но если вдруг на этой должности окажется, допустим, Дугин, да, то это будет означать, что в России готовится государственный переворот. Если на этой должности будет назначен, например, Патрушев, я тоже шучу, конечно, это будет означать, что Патрушев готовит смещение Путина. Ну, вот эти такие мелкие нюансы, да, они у нас прояснятся, как только нам станет известен список кабинет-министров. Я почему отдельно у вас спросила о Шойгу? Потому что очень многие обозреватели, эксперты говорят о том, что арест Тимура Иванова резко ослабил, дескать, позиции о Шойгу. И, собственно говоря, на этом основаны слухи об отставке. Но, говорят эксперты, даже если он сохранит свой пост, то будет выступать фактически в роли свадебного министра, который не участвует в принятии ключевых решений, потому что он подвел, и теперь его последовательно отжимают от всех тем, имеется в виду коммерческих тем, потому что он провинился. Поэтому тут вопрос, останется ли нет. И говорили о Демине, да, что он может заменить. Как вы считаете, вот эта персона Демина, насколько она близка сегодня Путину? Опять же, я этого, конечно же, не знаю. Здесь спекулировать довольно сложно. Но вы знаете, Шойгу и был свадебным генералом, и есть свадебный генерал. И в этом его функция. У Путина нет задачи поставить во главе Министерства обороны подчеркиваю независимого человека. Независимо от того, каких политических взглядов этот человек придерживается. Потому что система отстроена в нынешней России так, что политическая площадка вытоптана. Она вытоптана, она последовательно вытаптывалась с 2000 года. И вытоптана настолько, что в России нет никаких сил, способных на, скажем так, внутренний переворот. Опять же, независимо от того, в какую сторону этот переворот можно проводить. Политические партии не функционируют. Претендентов на должность президента превентивно убирают. Как было с Немцовым, как было с Навальным. Свергнуть этот режим, изменить этот режим в такой ситуации, когда нет общественно-политических структур, можно только с оружием в руках. Оружие в руках мы знаем, у кого есть. Оно есть у ФСБ, оно есть у Росгвардии, оно есть у армии. Но это ровно та причина, по которой ни в коем случае армию не может возглавлять независимый человек. Потому что тогда для Путина, с точки зрения его власти, создастся угроза захвата власти Министерством обороны, условно говоря, армии. То есть то, чего в Советском Союзе пытались предотвратить, начиная буквально не с 2017 года, не с октября 2017, то с 2018. Поэтому создавать из армии независимую корпорацию с политическими амбициями, при том, что это многомиллионная структура с оружием в руках, будет последней задачей Путина. Вы знаете, наверное, в Граце присутствовал Кадыров. И было же очень много разговоров по поводу его здоровья. И тут же Симоньян, по-моему, опубликовал какой-то пост. Я трогала его за бицепс. Он очень здоровый, румянец у него здоровый. Он еще всем покажет. И вчера же были опубликованы цифры о том, что 19 тысяч чеченцев воюют на территории Украины. Ну, сейчас в Чечне абсолютно феодализм, мы знаем. Там несовершеннолетние дети Кадырова какие-то государственные должности занимают и так далее. Поэтому вопрос в том, что будет дальше с Кадыровым. Будет ли какая-то преемственность, потому что ходили слухи, баражировали слухи о том, что все-таки кому-то передадут власть. Но нет, пока вот он сам ходит. Ну, Кадыров – это еще один личный проект Путина, да, как и Шойгу. Пожалуй, у него всего-то два проекта личных и есть – Шойгу и Кадыров. И власть Кадырова, она держится только на Путине. Ну, понимаете, опять же, спекулировать на тему о здоровье политического лидера – это тоже всегда делать вещь рискованная. И обычно почему-то никто из злодеев не умирает. Вот такого подарка как-то ни разу мы не получили еще. Да, и Гитлер у нас жил, пока не убили. И Сталин у нас прожил 30 лет, и никто его не трогал. Может быть, в марте 1953-го его убрали, но все-таки 30 лет он вполне совершал свои забияния, причем на многомиллионном уровне, если судить по жертвам. Поэтому я не думаю, что нам стоит рассчитывать на болезнь и смерть Путина. Я не думаю, что нам стоит рассчитывать на болезнь и смерть Кадырова. Хотя Кадыров, как вы понимаете, в российской истории он не очень важная фигура. Он важная фигура в чеченской истории. И чеченские президенты, так или иначе, все умирали не своей смертью. Такая вот судьба у чеченских президентов. Поэтому я думаю, что и Кадырову не суждено жить долго и умереть в своей кровати. Я думаю, что у него будет конец какой-то другой. Я уверен, что в Кремле на этот случай уже рассмотрены и подготовлены какие-то кандидатуры. Сможет ли этот новый человек в Чечне контролировать Чечню так, как контролировал ее Кадыров? Ну, это сложно сказать. Может быть, со временем. Во-первых, может быть, у него не будет таких задач, как они были у Кадырова. Кадыров все-таки сменил убитого отца, пришел к власти незаконно, потому что он был моложе 30 лет, если не ошибаюсь, который должен быть президент Чеченской республики по конституции. То есть за Кадыровым-младшим тянулся шлейф такой серьезный, кровавый и плохой. Поэтому все зависит отчасти от того, кого именно выберут в Кремле как следующего руководителя. Понятно, что Чечня обескровлена двумя чеченскими войнами, обескровлена даже и правлением Кадырова, который, вы сказали, феодальный владение, может, там даже и рабовладельческое владение, может, там даже до феодального строя еще не дошли. А 19 тысяч чеченцев в Украине, ну, тут нужно, конечно, с одной поправкой эту цифру. Может быть, формально это и 19 тысяч, но они совсем не очевидно чеченцы. Их как бы записывают в этот сам батальон, но совсем не обязательно это чеченцы. Это такая уловка Российской Федерации. Но, безусловно, да, Кадыров подчинил Чечню вот так, как это нужно Путину. И будем надеяться, что следующий руководитель все-таки постарается обеспечить Чечне большую независимость, чем ту, которую обеспечил Кадыров. Потому что все-таки самый высокий процент у нас поддержки Путину на выборах выдала Чечня, 97%. И это, конечно, показатель, прямо скажем, не очень хороший. Но так или иначе, Чеченская Республика будет первой республикой, которая отделится от Российской Федерации на следующем этапе раскола России. Это совершенно неизбежно. Ну, вопрос только в том, когда именно это произойдет. Я не исключаю, что достаточно скоро. Об эскалации. Мы видели, что после выборов Путина эскалация произошла во всех направлениях. И с точки зрения военной, и преследования инакомыслящих в России, и во многих других направлениях. И вот сейчас прошла инаугурация. Специалисты говорят, военные эксперты говорят, что Россия собрала там несколько тысяч, кто-то говорит 30 тысяч, кто-то говорит другие цифры, группировку под Харьковом, для штурма Харькова. Мы видим, как жестко начинают российские пропагандисты, еще более ужесточают свою риторику, говорят о ядерных угрозах. И, собственно говоря, Россия объявила об испытании ядерного тактического оружия у границ Украины. Как вы видите возможное развитие событий в этом смысле? Ну, во-первых, понимаете, Харьков сейчас особенно уязвим, поскольку он слишком близко к российской территории. А западные союзники Украины, к сожалению, как не давали, хотя разговоры уже об этом есть, так и не дают разрешения на использование оружия для ударов, своего оружия, для ударов по территории Российской Федерации. Но мы видим, что как только об этом зашла речь, мы видим, какая паника началась в Москве, потому что это единственное, чего они боятся. И они очень хорошо понимают, что пока у Украины нет права наносить удары по территории Российской Федерации, Украина даже теоретически эту войну выиграть не может. А вот если это право Украины будет, тогда у Украины появляются шансы очень хорошие эту войну выиграть и довольно быстро. Поэтому мы и видим совершенно озверевшие в очередной раз тексты Медведеву, у которого уже просто слов не хватает. Он уже даже и матерный язык задействовал, уже все что угодно. И вызовы послов Франции и Великобритании для чтения лекции на ту тему, что если они это сделают, представят угрозу для Франции, для Англии, для их жителей. И угрозу того, что если английское оружие будет задействовано для ударов по Российской Федерации, Россия получит право наносить удары по Великобритании. И даже вот сейчас объявление об учениях, тактических ядерных учениях. Это все делается исключительно для того, чтобы запугать Запад, чтобы Запад ни в коем случае не разрешил Украине использовать западное оружие для ударов по России. А я уже в очередной раз хочу подчеркнуть, я это и раньше говорил, что удары нужно наносить в первую очередь по Москве. Не по Белгородской области, а по Москве. Потому что Россия в 40 раз, как кто-то подсчитал, больше, чем Украина. Поэтому проекцируя это, если Украина будет наносить удары по российской территории, равные своей, то для России это не тепло, не холодно. А Россия, страна большая, там вот только что утонуло пол России, под воду ушло, и в общем-то никто этого не заметил. Удары нужно наносить по Москве. Это единственное слабое место, это единственное уязвимое место, и это то, что определяет, капитулирует Россия в этой войне или нет. Поэтому задача как бы не столько военная у украинского правительства, сколько дипломатическая и политическая. Договориться с западными союзниками наконец-то о разрешении наносить удары по территории Российской Федерации. Потому что без этого, ну как все уже понимают, может быть у кого-то были иллюзии, но как все уже понимают, без этого нельзя эту войну, не выиграть в этой войне, не закончить в этой войне. Потому что потери российские, пусть они и большие, они Россию как бы не испугают, и на это расчет. Это неправильный расчет, и уже если этот расчет и был у кого-то в начале войны, это уже всем понятно, что как раз потери России волнуют в последнюю очередь. Юрий, вот как раз Дойчева или Беларусь пишет о том, что Беларусь начала внезапную проверку носителей тактического ядерного оружия по распоряжению Лукашенко. Да, и это как раз вы считаете вот в струе этой, что они, дескать, западу грозят пальцем и показывают, что мы тут мускулами своими, так сказать, трясем. Ну, вообще-то тактическое ядерное оружие в Беларуси по законам, если можно еще говорить о каких-то законах, должно находиться в ведении российского военного командования. Потому что иначе Россия нарушает этот закон о нераспространении ядерного оружия. Она не имеет права передавать ядерное оружие белорусской стороне. Другое дело, что я уверен, что переброска этого ядерного оружия в Беларусь ровно для этого и сделана, чтобы в какой-то момент передать это оружие белорусской стороне. И как бы уже, чтобы Лукашенко типа сам решал наносить ядерный удар из Беларуси или нет, и чтобы виновата была Беларусь, а не Российская Федерация. Но это еще один аргумент, который у меня давно уже был, который заключается в том, что в интересах Европы, прежде всего в интересах Европы, не Украины даже, а Европы, Беларусь нужно освобождать от российской оккупации и восстанавливать там демократический режим. То есть все то, что мы говорим об изменении режима в России, свержении режима Путина, на самом же деле нужно еще свергать режим Лукашенко. Причем свергать режим Лукашенко принципиально проще, будем откровенны, чем свергать режим Путина. А с потерей Беларуси война теряет для России смысл. Она и раньше не имела для России смысл, но она имела для России смысл с точки зрения политических задач, которые Путин ставит перед государством. Так вот, с потерей Беларуси эта война теряет какой-либо смысл. Поэтому, конечно, я считал бы, что на освобождении Беларуси нужно сконцентрироваться, как и подчеркиваю, на нанесении ударов по Москве. В Германии в последнее время прям сотрясают скандалы, которые связаны со шпионской деятельностью России. В Германии буквально сейчас идет несколько расследований, несколько судебных процессов. И как вы оцениваете, да, и вот эта пропитанность и Германии российскими агентами, ну и вообще Европы в целом? Вы знаете, у меня был один смешной разговор как бы на другую тему с Олегом Даниловичем Калугином. Ну, с которым я не хочу сказать много, но несколько раз виделись и разговаривали. И в частности он рассказывал, как в 1957 году его в составе группы советских студентов послали в США, в Колумбийский университет, то ли в аспирантуру, но что-то так, продолжать обучение. А группа была там человек 20. И я его спросил, Олег Данилович, а из 20 человек сколько были офицерами КГБ? Он говорит, 19, я говорю, а 20 кто был? А 20 был из МИДа. Так вот, это ответ на вопрос. Мы недооцениваем уровень инфильтрации. То есть, понимаете, ну, есть фонд мира, созданный указом Путина, во главе которого поставлен генерал, я думаю, уже сейчас, ФСБ Никонов, да, вот внук Молотова, который сейчас на Первом канале вместе с еще одним советским, старым советским агентом Дмитрием Саймсом. Там занимается антизападной пропагандой. У этого фонда 89 феералов по всему миру. Ну, это абсолютно как бы ГБШ. Легальная сеть получается, абсолютно легальная сеть. Таких структур, все что есть. Вот ни одной структуры, которая не, скажем так, если есть какие-то частные структуры, инициативы, не знаю, граждан, эмигрантов, которые не связаны с правительством России, ну, вот никак. Ну, просто собрались здесь человек и читают вместе русские книжки по субботам, да. Ну, вот они, наверное, не связаны. Все те, кто либо основан российскими какими-то структурами, либо получают деньги от них, да. Это абсолютно все инфильтрируемые структуры. И когда мы там радуемся, что выявили там одного какого-то там агента влияния, и считаем, что одержана Великая Победа, понимаете, с 2000 года как минимум. На самом деле раньше, но с 2000 года как минимум, да. Вот эти все структуры создавались в течение 25 лет уже, четверти века. Причем не будем тут, ну, винить так уж Запад, то есть Запад, конечно, виноват, но немножко в другом. До 24 февраля 22 года Россия не считалась противником. Россия считалась партнером, да. Поэтому, ну, не было как бы никаких оснований относиться ко всем этим общественно-политическим или культурным, создаваемым на Западе структурам, подозрительно. И очень трудно было на юридическое, юридические основания найти для запрета, да, организации всех этих структур. Ну, потому что если Россия не враждебное государство, ну, почему бы им не открыть какой-то фонд мира, да, или там фонд российско-французской дружбы, да, и так далее, и так далее. Или какие-то институты по изучению российской культуры и русского языка. Ну, вроде бы и нет аргументов против, да. Против же может быть аргумент, только если Россия враг. Вот сейчас этот аргумент на самом деле появился. И поэтому начинают как бы пристально смотреть на все эти организации. Их такое количество, и в них такое количество людей работает, да, что тут копать и копать. Но поверьте, что инфильтрированы они абсолютно все. Абсолютно все. Юлия, прошу, 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 договаривайте. Ну, если 10% населения Кипра – это российские граждане, то можно себе представить, какой процент из этих российских граждан работает на спецслужбах. Поэтому мы просто все это недооцениваем. Мы всегда это недооценивали. Мы количественно недооценивали инфильтрацию российских спецслужб всюду, куда только можно суться. Я хотела спросить у вас про генерала Калугина, которого мы только что вспомнили. Он же работал, возглавлял КГБ. Вообще-то легендарная фигура. Он человек, который перешел вроде бы на светлую сторону, дал в свое время. Отказался, так сказать, от организации публично. Он написал книги, я имею в виду, от КГБ. И он возглавлял ленинградский еще тогда, так сказать, ячейку КГБ, когда работал Путин, когда работал Собчак. Я уверена, что у него очень много документов, о которых мы даже понятия не имеем, которые свидетельствуют против Путина. Как вы думаете, почему он никогда их не обнародует? Ну, вы знаете, во-первых, он все-таки там какое-то количество книг написал, поэтому что-то там можно считать, что он обнародует. Понимаете, есть некие красные линии, как мы сейчас людям любим говорить, мы все время обсуждаем красные линии. Вот есть красные линии, которые сотрудники советских российских спецслужб, бывшие сотрудники советских российских спецслужб, не имеют права переходить. Где не проходят эти красные линии? Что они не имеют права обнародовать? Я могу привести какие-то примеры. И сейчас сначала продолжу. И обычно все бывшие сотрудники спецслужб очень хорошо понимают, где эта красная линия. Пример, который как бы у всех на виду, Александр Литвиненко, который, безусловно, перешел все красные линии, какие только могли быть. То есть вот отказался от соблюдения этого правила. Не писанного правила. И мы знаем, к чему это привело, мы знаем, чем это закончилось. Поэтому красные линии – это фактор. И, допустим, когда я брал интервью, вот последнее свое, под запись довольно большое, у Олега Калугина. Это интервью опубликовано мною вот в только что вышедшей книжке, которая называется «Многоходовка века» Дональд Трамп и Дмитрий Рыболовлев на поводке у Кремля. Он очень аккуратно говорил. Он очень аккуратно говорил. И, несмотря на то, что я один и тот же вопрос, на который я не получал ответа, который я ожидал, задавал он там 10 раз подряд, Олег Данилович держался твердо. Что это было в сферу? И продолжал. Мы обсуждали с ним Трампа как агента Кремля, как агента КГБ. Обсуждали вопросы, связанные с вербовкой Трампа и так далее. И впервые, собственно, о чем он сказал во время интервью, впервые он согласился со мной на эту тему говорить. Вернее, не согласился со мной на эту тему говорить, а вообще впервые согласился на эту тему говорить. И он говорил очень аккуратно. Поэтому, потому что важно не перейти эту красную линию. И ну, и это ответ на вопрос. А тогда спрошу у вас, есть ли какие-то, ну, вы же автор многочисленных книг, есть ли какие-то красные линии у вас лично? И есть ли у вас информация, которую вы, увы, не можете опубликовать по причине того, что многих ваших авторов уже нет, но они перешли красную линию? Нет у вас такой информации? У меня нет. У меня нет. По следующим причинам. Ну, во-первых, я историк, а не там бывший, допустим, офицер спецслужбы. А у историка красной линии быть не может. Во-вторых, у меня прямо противоположный принцип. Если мне в руки, и так, например, было, когда мы занимались с Литвиненко расследованием взрыва жилых домов, если ко мне в руки попадает материал, который, условно говоря, сенсационный, то в интересах собственной безопасности самое главное это опубликовать этот материал как можно скорее. Потому что, когда этот материал опубликован, то это уже заряд выпущенный из пушки. А до тех пор, пока ты его держишь у себя в столе, он на самом деле представляет угрозу безопасности. Потому что могут появиться какие-то силы, которые могут быть не заинтересованы в том, чтобы этот материал был обнародован. Поэтому как раз у меня прямо противоположный тут подход. Я ничего не держу в столе из того, что интересно. А норовлю конечно же немедленно это наоборот опубликовать. Ну и может быть в финале вот о чем спрошу. Президент Зеленский очень активно готовится к саммиту мира. И он говорил о двух важных вещах на прошлой неделе. О том, что мы готовимся к наступлению россиян как раз на Харьковском направлении. То, что мы с вами уже обсудили. И второе это то, что конечно же для нас будет очень важно то, к чему придет саммит мира, к какому выводу и каким гарантиям возможным безопасности. Ну и также саммит НАТО естественно само собой. Как вы считаете сможет ли саммит приедет ли на саммит мира один из ключевых так сказать персонажей в этом смысле в этом контексте руководитель Китая Си который вот в Париже вчера по-моему провел трехстороннюю встречу с Макроном и Урсула фон Даляйер. Ну вы знаете я скептически отношусь конечно к результатам которые может принести нам саммит мира вообще ну когда это такие громоздкие встречи когда присутствует очень много представителей самых разных стран трудно ожидать чего-то существенного как итогового документа хотя на прошлом такого типа саммите который был в Саудовской Аравии допустим один результат был достигнут я считаю что это был как бы хороший результат хотя он ни к чему не привел да потому что результат этот заключался в том что Китай признал Украину суверенным государством при этом не сказал в каких границах что тоже очень важно потому что если бы если бы признана была не только суверенность Украины но ее суверенность в границах девяносто первого года например это могло бы означать что России нужно свертывать войну потому что даже Китай не купил не купил идею захвата территориального Украины но как мы видим Китай при этом все равно поддерживает Российскую Федерацию и политические и дипломатические и даже в военном отношении как уже сейчас мы знаем Китай поставляет России оружие необходимые для войны в Украине поэтому Китай хоть и признал суверенитет Украины но ничего от этого не изменилось поэтому ну в принципе они вроде бы публично не поддерживают войну в Украине они ни разу не сказали что они поддерживают Россию во время церкви хотя и не сказали обратного в этот право но они не назвали войну войной заявление китайского руководства российское вторжение в Украину и вообще то что происходит в Украине не названо войной и Китай не призывает Россию к выводу войск из Украины и так далее то есть на самом деле Китай подчеркиваю и раньше не очень хорошо себя вел но раньше по крайней мере это было такое дипломатическое политическое словесная риторика а сейчас уже понятно что Китай стал главным экономическим партнером России в целом и плюс помогает России воевать Украине оружием ну так что подчеркиваю я не жду от этого саммита ничего драматического наверное ну наверное он необходим в рамках привлечения внимания к проблеме войны в Украине да то есть в этом смысле ничего вредного от этой встречи не будет но подчеркиваю я думаю что и ничего полезного ну посмотрим удастся ли президенту Зеленскому добиться тех задач которые сейчас он ставит поэтому с нетерпением ждем этой встречи в Швейцарии посмотрим что будет спасибо огромное Юрия спасибо огромное да за ваши комментарии как всегда профессиональные и честные спасибо за поддержку Украины всего доброго до свидания до встречи счастливо до свидания до встречи украины Продолжение следует...